Полуторакилометровый мост через Бухтарминское водохранилище построят на востоке страны. Мостовую переправу планируют возвести на средства иностранных инвесторов, капитанов большого бизнеса из Китая, Индии, Японии и Турции. Больше двух лет они высчитывали экономическую составляющую проекта, затраты на стройматериалы, возможности эксплуатации и сроки окупаемости моста. С двух берегов проект рассмотрел Вячеслав Фетлугин. В Усть-Каменогорске, где сразу две реки, у Льба здесь впадает в Иртыш, построены четыре моста. По ним, например, с правого берега на левый можно добраться, сэкономив время и топливо. Но столь развитая система мостовых переходов пока только в Усть-Каменогорске. В масштабах области подобная логистика пока не выстроена. Три крупных района области от Усть-Каменогорска и Семея отделены Бухтарминским водохранилищем. В прибрежных Зыряновске, Курчуме и Зайсане ежегодно выращивают десятки тысяч тонн сельхозпродукции. Мясо, овощи и фрукты в города везут объездными путями. И на пароме, который ходит до середины зимы. В отсутствии моста главная и единственная переправа через Бухтарминское водохранилище – это вот этот паром. На борт он берет определенное количество пассажиров и техники и движется около 40 минут. У противоположного берега паром ждут десятки фургонов и легковушек. Но такая переправа обходится недешево. В день судну нужно полторы тысячи тонн дистоплива. Годовое обслуживание обходится государству в 360 миллионов тенге. Здесь паром у меня берет сейчас 48 тысячи. С прицепом туда и обратно 48 тысячи. А если мост, сколько? Хотя бы 10 тысяч. Это же лучше. Сельхозпроизводители готовы ездить даже по платному мосту. В этом случае они смогут снизить конечную цену на продукцию. Транспортировка товаров станет дешевле. Строим здесь мост. На самом деле пока этого моста нету, то есть люди вынуждены объезжать его полностью. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, мы как говорим, которые непосредственно находятся рядом с областным центром, это имело бы большое значение. Потому что и она бы слагалась на себестоимость продукции, на экономию времени. Экономию времени и денег грузоперевозчиков обеспечит строительство моста через Бухтарму. В необходимости и окупаемости проекта сомнений нет. Индийская сторона заинтересована не только в строительстве, но и в дальнейшем использовании данного проекта. Японцы рассматривали возможность консессионного использования. География инвесторов, готовых вкладывать деньги в Восточно-Казахстанскую область, обширна. О намерениях вложиться в регион 30 миллиардами тенге уже заявили представители Турции и Китая. Всего же в ближайшие два года Восточный Казахстан планирует привлечь больше 200 миллиардов тенге иностранных инвестиций. На эти деньги в регионе реализуют 88 консессионных проектов. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.